Новости Москва-Баку. Здравствуйте! Также сегодня Ильхам Алиев принял участие в открытии третьей части центрального парка в Баку. Отмечается, что парк станет самым зеленым. На его территории высажено 3500 деревьев 19 видов. Также в ходе благоустройства парка был отреставрирован памятник архитектуры «Старинная баня» конца 19-го – начала 20-го века, известная среди местных жителей как «Тендир Хамам». После завершения строительства полностью открылся обзор на комплекс мечети ТЗП и мечеть Имам Гусейн. Продолжение следует... Госдепартамент США активизировал работу по ускорению в Армении процесса переориентации на Запад и настойчиво толкает страну к национальному самоубийству. Об этом сообщили сегодня в службе внешней разведки России, которая раскрыла планы Госдепа США, направленные на дискредитацию сотрудничества Армении с Россией. Американцы планируют решать эту задачу, опираясь на методы, уже примененные на Украине и в Молдавии. Так организациям, связанным с Госдепом, поручили расширить программы подготовки для сотрудников ключевых государственных органов Армении и обеспечить активное участие иностранных советников, которые будут корректировать работу армянского правительства в интересах Запада. По данным разведки, основной задачей в США считают формирование в Армении устойчивого антироссийского направления. Для этого американцы намерены организовать долгосрочную информационно-пропагандистскую кампанию, нацеленную на дискредитацию сотрудничества Еревана с Москвой, ЕС и ОДКБ и на распространение материалов о притеснениях армянских граждан в России. Как рассказали в СВР, Вашингтон считает, что ради достижения этой цели интеграции армянского народа в так называемое цивилизованное сообщество под руководством США, Армения должна отказаться от своих традиций, национальных ценностей и стабильных торгово-экономических отношений с ближайшими партнерами из ЕС. Таким образом, Вашингтон настойчиво толкает Армению к национальному самоубийству, заключили ведомстве. Ситуация с безопасностью на Южном Кавказе остается сложной, но есть предпосылки к ее улучшению, однако страны Запада пытаются не допустить такого сценария. Об этом сегодня заявил на 12-й встрече секретарь совбеза стран СНГ в Москве, секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу. Что касается региональной безопасности на Южном Кавказе, ситуация остается сложной, но предпосылки к ее улучшению есть. Мешают этому внешние игроки, действующие, мягко говоря, неблаговидными целями, прежде всего страны Запада. Секретарь совбеза добавил это только в очередной раз, подтверждая тезис о том, что региональным проблемам необходимы региональные решения. Кроме того, Шойгу заявил, что Россия рассчитывает на продолжение работы Турции, Ирана, Азербайджана, Армении и Грузии в формате 3 плюс 3. Он подчеркнул, что Москва делает все возможное, чтобы урегулировать ситуацию на Южном Кавказе. Напомним, в августе Шойгу посещал Азербайджан, где провел встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также с секретарем Совета Безопасности при президенте Азербайджана Рамилем Усубовым. На встречах в том числе обсуждалось вмешательство Запада в региональные процессы. Государственный нефтяной фонд Азербайджана вошел в топ-5 по закупкам золота в мире по итогам третьего квартала 2024 года. Об этом говорится в отчете Всемирного Совета по золоту. В январе-сентябре этого года Азербайджан закупил около 30 тонн этого драгметалла. И таким образом золотые резервы фонда на 1 октября составили 127 тонн, что на 17,7% больше в годовом сравнении. Всемирный Совет по золоту также озвучил страны, которые в течение трех кварталов этого года больше всего закупали золото. В этот список, кроме Азербайджана, вошла Польша. Она закупила более 60 тонн. Также Турция. Она закупила около 60 тонн. Далее идет Индия. Закупила более 50 тонн золота. И Китай более 30 тонн. Как отмечают экономисты, спрос на золото увеличивается каждый раз, когда мировую экономику лихорадит. И геополитические риски сильно растут. Нынешняя ситуация полностью соответствует такому описанию. И инвесторы закупают золото как надежное средство защиты своих активов. Госнефтефонд Азербайджана объявил в прошлом году, что будет продолжать эту стратегию и закупать больше золота, так как вместе с ним растет и стоимость его активов. Европейские наблюдатели сегодня снова были замечены на границе с Азербайджаном. На автомобиле марки Toyota, принадлежащем объединению, они остановились на дороге в районе села Корнедзор, Горисского района Армении. Сотрудники миссии Евросоюза вели наблюдение в бинокли за территориями Азербайджана, в частности за населенным пунктом Фаталипаян Лачинского района. Провокационные действия европейских наблюдателей продолжались примерно 30 минут, после чего они вернулись в село Корнедзор. Продолжение следует... Ну и в завершении выпуска новости короткой строкой. Власти Ирана поместили устроившую обнаженный протест студентку в психиатрическую клинику. Представитель Иранского правительства утверждает, что девушка, которую зовут Аху Дарьяи, страдает психическим заболеванием. Всемирное движение за соблюдение прав человека попросило немедленно выпустить ее из больницы. Несколько дней назад студентка Тегеранского университета Азат разделась до нижнего белья в знак протеста против обязательного ношения хиджаба. Полицейские задержали ее и отвезли в отделение оттуда в психиатрическую больницу. Турецкий фермер Бурак Тунчков необычно поздравил Азербайджан с годовщиной Дня Победы во Второй Карабахской войне. Он прикрепил турецкий и азербайджанский флаги к своему трактору и примерно за 4 часа написал плугом на земле трогательное послание. Карабах – это Азербайджан. Карабахской победе 4 года. Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание народный артист России Бакин Цу. Худруку балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра Эльдару Алиеву за успехи в хореографическом искусстве. Кроме того, он стал помощником сопредседателя Союза театральных деятелей России Валерия Гергиева. Также в этом году Эльдар Алиев празднует юбилей 50 лет с начала его творческой карьеры. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не изменяет своей традиции прогулки на велосипеде. Находясь в Венгрии с рабочим визитом, он совершил велосипедную прогулку по Будапешту. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети, подписав по следующими словами. Сегодня наша велосипедная прогулка в Будапеште. Лишь бы полиция не остановила, а то позора не оберемся. Проехали около 30 километров вдоль берега Дуная и не только. На этом у меня все еще больше информации на портале москвабаку.ру и в нашем телеграм-канале. Ссылки в описании под этим видео. До свидания.